В одном из недавних роликов я сказал, что в скором времени затронут тему хакинга и взлома различных устройств. Ну что ж, сегодня я покажу, как установить на флешку важнейший инструмент любого хакера – Kali Linux. Всем привет, с вами Андер, и для тех, кто еще не в курсе, Linux – это такая же полноценная операционная система, как Windows или OS X, которая до недавнего времени называлась Mac OS. И сегодня мы будем устанавливать Kali Linux. Почему именно этот дистрибутив? Ну все потому, что на Kali Linux уже предустановлен практически весь необходимый софт для взлома абсолютно всего. Вы можете взломать Wi-Fi соседа, либо, ну в общем, возможности поистине безграничны. Все будет ограничиваться лишь вашими руками и интеллектом. Ну и, наверное, везением. А установив Kali Linux на обычную флешку, объемом хотя бы больше 4 гигабайт, мы получаем полноценную портотипную систему, которую можем запускать абсолютно на любом компьютере. Благо сейчас любые компьютеры поддерживают загрузку с флешки, поэтому вы можете с легкостью запустить ее у себя в школе, на учебе, в универе, на работе, да где угодно. Итак, давайте начнем. Сам Kali Linux будем брать с официального сайта, он поставляется в виде ISO образа, который можно скачать через торрент, например, или торрент, как там правильно. В общем, я его уже скачал, поэтому мы этот шаг плавно пропустим. И перейдем к следующему шагу, это программа Rufus. Эта мелкая утилита позволит вам записать абсолютно любой образ на флешку, и при этом флешка будет загрузочной. У утилит очень много альтернатив, но при всем моем опыте использования их Rufus работает реально раза в два, в три быстрее, чем другие альтернативы, аналоги этой программы. Поэтому открываем ее. Флешку уже можно вставить. Так, в общем, флешку вставили, здесь она у нас уже определилась. Дальше нам нужно выбрать, создать загрузочный диск, и указываем здесь DD образ. Вот, после чего указываем файл, который мы скачали. И жмем старт. Да, кстати, все данные на вашей флешке сейчас удалятся, поэтому будьте осторожны. И все, жмем окей. И ждем. О, не прошло и полгода. Все готово, отлично. Да нет, на самом деле прошло 3 минуты. Я же говорил, программа быстрая. Вот и все, друзья, давайте теперь перезагрузимся и посмотрим, что у нас получилось. С таких флешек грузиться надо обязательно с биоса. Для этого на выключенном компьютере мы вставляем флешку, и при включении начинаем тыкать кнопку либо Escape, либо F8, 9 или F12. На каждом компьютере кнопка своя, поэтому пробуйте экспериментально. Итак, мы увидим здесь первый пункт. Это запуск в лайв-режиме. То есть, в этом случае, если мы запустим Linux, он у нас запустится, мы сможем работать на нем. Но при перезагрузке все наши данные удалятся. Нам этот режим не подходит, поэтому нам нужно будет выбрать другой режим, Live USB Persistence. Но если мы просто выберем этот режим, наши данные все равно пока не сохранятся, потому что нам надо еще флешку подготовить. Ладно, давайте перейдем в лайв-режим. В лайв-режим загрузимся с лайв-диска. Подождем, пока загрузится наш Linux. Здесь мы видим лог загрузки. Показывается, что в данный момент загружается и на чем Linux может подтормаживать. Полезная штука, которой в Windows нет. Во. Ура. Итак, друзья, настроил разрешение экрана. Все дело в том, что я в виртуальной машине работаю, поэтому изначально картинка была не такой. Давайте взглянем на этот Linux и перейдем к его более-менее. Подробные настройки, о которых я сегодня хочу рассказать. Как в обычном Linux, как в обычной системе, здесь установлены какие-то программы, какое-то программное обеспечение. Если взглянуть на то, что здесь установлено, ребят, это реально круто. Первый пункт это, если я не ошибаюсь, это получение информации. Да, это программа для получения информации. Второй пункт это системный анализ, третий взлом и анализ веб-приложений. Короче, ребят, здесь есть абсолютно все. Здесь есть все, что нужно. Это просто шикарнейший набор. Набор для беспроводной атаки на сети. Взлом Wi-Fi. Посмотрите, сколько утилит разных. Снифинг и спуфинг. Просто шикарно. Ну, конечно, про каждую утилиту можно рассказывать будет очень долго. И, признаюсь честно, я больше половины утилит я вижу вообще в первый раз сейчас. Поэтому врать не буду, что я все это знаю. Я кое-что знаю, кое-что буду учить по мере необходимости, скажем так. В общем, пользоваться этой системой можно уже сейчас. Она рабочая. Но, как я уже сказал, если мы сейчас создадим какую-нибудь папку или какой-нибудь файл, то при перезагрузке системы он у нас не останется. На флешке он удалится. Итак, что нужно сделать для того, чтобы при перезагрузке у нас все сохранялось? Переходим в терминал и вводим такую вот команду. Disk L. Это для того, чтобы нам определить, какие диски у нас сейчас подключены. Так как мы видим, система у нас установлена на SDA. Вот единственный мой диск на компьютере сейчас. У вас вот этого не будет. И переходим в приложение G-Parted. G-Parted. Вот он. Короче, приложение для редактирования разделов. У меня батарейки на клавиатуре садятся, она затупливает. Здесь находим нашу флешку. Это у нас DFSDA. И здесь видим неразмеченное пространство. Вместо него мы создаем новое. Файловая система X4. И label. Пусть у нас будет Persistence. Persistence это тот самый раздел, на котором у нас будут сохраняться все данные. Все, мы создали раздел. Нажимаем применить. Сохраняем. Все. Здесь мы сделали все, что нужно. Выходим из этой проги. Итак, еще раз повторив команду F-Disk-L, мы можем увидеть, что у нас появился третий раздел. DEV-SDA-3. Это как раз тот самый раздел, на котором у нас есть 5 гигов свободных. И именно его мы будем использовать для сохранения пользовательских данных. Создадим папку для монтирования. G-Dir. Назовем ее MNT-SDA-3. И теперь нужно будет ввести такую вот команду. Все. Наш раздел мы примонтировали к каталогу SDA-3. Все, друзья. Введя эти команды, перезагружаем наш компьютер. И теперь только не в обычном режиме, а в режиме Persistence. Здесь есть еще возможность шифрования. Encrypted Persistence. Но нам сейчас это не нужно. Так. Все, заходим. Дело в том, что если винда тупит при загрузке, не всегда удается понять, из-за чего, из-за какой службы, из-за какого приложения она тупит. Приходится пользоваться сторонними какими-то приложениями, которые показывают скорость загрузки той или иной службы. Здесь же в Linux мы видим это все наглядно. Мы видим в какой момент, какая служба, какой сервис запускается. Это круто. Это похвально. Именно за это Linux я на самом деле люблю. Ну, и не только за это. Есть много мелочей. И, конечно, для геймеров он не подойдет, но это не самое важное. Вот, друзья. Как вы видите, настройки у нас сбились. У меня окно сейчас стало меньше. Но сбились они из-за того, что первый запуск мы делали в обычном режиме. Вот сейчас я настрою... Выставлю разрешение экрана. Итак, друзья. Все. Я выставил разрешение экрана. Давайте теперь продемонстрирую, что у нас действительно сохраняются файлы и папки. Давайте назовем новую папку как-нибудь. Вот. И в ней еще создадим... Еще создадим один каталог. Так, на рабочем столе. Окей. И до кучи еще изменим бэкграунд. Да, надо подождать, пока они с интернета скачаются. Фоновые рисунки. Так. Ну, вроде бы... Вроде все. Давайте проверим наши изменения, перезагрузив компьютер. Очень удобно иметь два режима. Простой live и режим persistence. Потому что, если вы хотите, к примеру, посерфить в интернете, не оставляя никаких следов на своем компьютере, то вы можете выбрать обычный live режим. В нем не будет никаких ваших сохраненных паролей, данных и так далее. Если хотите полазить именно в свои учетные записи, вы выбираете режим persistence и у вас восстанавливается ваша конфигурация, ваш рабочий стол, все настройки, логин и пароль, если вы их сохраняли. И вот, друзья, как видите, мы перезагрузились и абсолютно все у нас сохранилось. Папки на месте, конфигурация рабочего стола и разрешение экрана у нас осталось. Ну, на этом, наверное, я думаю, стоит закончить сегодняшний ролик. Я уже засыпаю, честно говоря. Ну, короче, кого это волнует, никого это не волнует. Вот. Обязательно ставьте себе Linux. Linux Kali это очень крутой инструмент для проверки безопасности систем, для взлома каких-либо систем, исключительно в мирных целях, конечно же. Мы же не собираемся заниматься грязным хакингом. Вот. Обязательно поставьте Linux, потому что дальше будут ролики о взломе Wi-Fi, о взломе... Ну, короче, не буду спойлерить, но я уверен, будет интересно. До скорого, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова